Российские и зарубежные мастера рисунка на теле борются в северной столице за звание лучшего. В Петербурге проходит международный фестиваль тату. О том, что сегодня чаще всего набивают, расскажет наш корреспондент Василий Михеев. Мастеров здесь почти две сотни, более 70 боксов, стендов. Это как студии, причем достаточно известные, так и мастера-одиночки. Здесь гости из Белоруссии, из Казахстана, вся Россия практически здесь представлена, москвичи из Омска, мастера. Ну и, конечно, очень много петербуржцев, потому что Петербург негласно так считается такой меккой татуировки в нашей стране. В каких стилях сейчас здесь мастера на этом фестивале работают? Почти 200 человек, кто это? Большинство реалистов. Большинство реалистов, а кто еще? Графики много, людей в традиции не работают. В реализме что это самое главное? Самое главное это сходство максимальное. То есть если это реализм, это должен быть реализм. Никаких там отклонений, да, там а-ля новомодный нью-скул стайл, да. То есть должна быть вложена душа по максимуму, никакой спешки. Можно сделать точно такой же реализм, но, допустим, если ты хорошо рисуешь маслом, ну, к примеру, да, то есть такая вот масляная техника, это будет и красиво, и стильно. Вот, просто реализм. Это нужно быть максимальным копером, принтером, да, и все, это усидчивость, внимательность. На самом деле реализм это одна из самых сложных типов татуировки. Сейчас одним из мастеров как раз в реализме пообщаемся. Андрей, привет. Давно вы здесь делаете эту татуировку? Слушайте, ну с 12 часов начал, примерно уже 7 часов мы работаем. 7 часов в чем тонкость? И что самое важное, делая реализм, участие? Качество, только качество. Используя мелкие конкуперации, мы вколачиваем свет в кожу, именно уделяя деталям мелким. Не можем не пообщаться с твоей моделью. Оль, два вопроса основных, которые всегда задают. Больно ли и что скажет мама? Безумно больно, но тем не менее это вызывает такую зависимость. Это такая приятная боль, ты знаешь, что у тебя потом будет шикарная татуировка, не более от такого мастера. Ну а мама-то что скажет? Мама сказала, если набьешь домой, не возвращайся. За последние лет 20 татуировки шагнули вперед, просто семимильными шагами. Если раньше машины для нанесения татуажа делали, ну допустим из старых электробритв, брали моторчики из конструкторов, то сейчас большие серьезные фирмы занимаются производством серьезных же действительно аппаратов для татуировок, там где ни одна игла, ни две, ни три, а бывает и 10, и 20. Ключево стоит хотя бы краски. Сейчас их несколько сотен видов. Ну это не жженый каблук, конечно, который был на заре татуировки. Как бы мастерами используем для этого. Сейчас все стало стерильно, во-первых, безопасно и очень качественно. Я училась рисовать всю жизнь и преподавала рисунок и отрывок, как репетитор. То есть у меня именно художественная база, поэтому быстро все пошло. В чем залог, как рисуется хороший качественный портрет? Я знаю, это именно портретист. У меня все строится на шаре. Главное это форма головы, то есть круг, шар. И очень важно показать форму правильно, объем. И остальное уже там ресницы, черты лица, это все второстепенно. Я считаю, главное это объем, то есть убедительность изображения. Дотворк, Блэкворк, Нью Скул, Реализма, разновидность татуировок сейчас очень и очень много. И все они пользуются в той или иной степени популярностью. Вот, допустим, на этом стенде Денис Матвеев делает графику, но вот это полинезийские мотивы. Да, это Маори. Маори. Новая Зеландия. Да, скажи, пожалуйста, вот как и где этому учатся, где берут мотивы для вдохновения? И, собственно, нужно ли ехать в Новую Зеландию, чтобы научиться такую татуировку делать? Это называется у них МОКО, резьба по дереву и резьба по коже, все МОКО называется. Вот. И здесь фрактальная геометрия, так что не обязательно туда ехать, надо просто знать основы фрактальной геометрии. В течение всего первого дня здесь проходил конкурс на лучшего тату-мастера в нескольких номинациях. В графике, реализме, каверапе, это перекрытие старой татуировки. Ну и обладатель первого места. Привет. А что сейчас чувствуешь? Круто. А что за работа? Вот, а за что ты, собственно, так высоко отмечен в сегодняшнем жюри? Работа вишенки в реализме. Как много времени потратил, ну и, собственно, считаешь свою победу заслуженной. Ты реально самый крутой в реализме здесь сегодня. Это я не знаю, это жюри решат. Я сам не могу решать. Есть намного круче мастера, на самом деле, я считаю. Ну, здорово, спасибо, приятно. Подобные фестивали, это прежде всего общение, тусовка и обмен опытом. Здесь могут свои первые шаги сделать молодые мастера, утвердиться в профессиональной среде, как-то заявить о себе. Здесь можно сделать татуировку у мастера из другого города, причем по специальной фестивальной цене, она несколько ниже. Здесь же можно, в принципе, посмотреть, кто что делает, определиться, выбрать, если, ну, захотелось нанести себе рисунок на тело. Ну, и прежде всего, такие фестивали – это место, где собираются свои люди, которые любят наносить татуировки на свои тела. Василий Михеев, Иван, Василь Галайк, 78.